Челы, заходите на стримы. Да ебанушечка ты моя сладкая, просто в ебасосину прописала мне. Это жестенькая. Из инвентаря шокер использовать? А как это будет работать? Так, тут чилл зона какая-то. Здорово, Арксет. Поврежденная кассета с музыкой. Кадича у нас повместили еще. Два слота. Я бы все-таки в темную комнату сначала сгонял, прежде чем... Господин Видеогеймер на связи. Всем привет. Так, забираем автоинъект. И что здесь у вас? Тир? Блэд, столько патронов, так еще и на ревик. Как это отсюда унести сейчас? Ооо, а это что такое? Оружейный ящик. Ааа, это нам надо. Клейкая лента. Короче, сейчас придется несколько ходок сделать. Туда-сюда. Блин, сейчас, конечно, да, конечно, тут туда-сюда ходить. Так, ладно, клейкую ленту выкладываем. Револьвер. Оцелот? Краткоствольный, самовзводный револьвер с барабаном на 6 мощных патронов 12 мм. Сильная отдача, высокая, останавливающая сила. Ну что, неплохо. Так, баринка, давай. Пока не возродился, черт. А, он, кстати, не возродился. Не, возродился, возродился. В конце концов, он возродился. Патрики забираем. Что написано? Хм. Шторгзибан. Танк. Интересно. Тут не будет секрета, если сбить эти цели? Никто не проверял? Мне на данный момент не было подробно. О, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-те-не-не-не-не-не. А-А! Хухухухухууухуху-уухууху. Давайте вот эту темку возьмём. Повреждённая кассета с музыкой. Портативный аудиокассетный плеер. Кто-то пробил его ножом. За что? В углу комнаты стоит высокое зеркало Так, шокер Кассета с магнитной лентой на которую сделана зацикленная многоканальная запись Лента внутри кассеты порвана Я знаю, что сделать Тапи Кассета с музыкой Но послушать-то мы ее все равно не сможем на том плеере, да? Нам нужно новое искать, тот пробитый Сможем? Картину открыть, само собой, надо, да Надеюсь, мы сейчас не сдохнем, там что-то страшное писалось по поводу этой картины Ладно Ключ от мастерской Ничего страшного нет Мастерская Мастерская была на восьмом? Известные проблемы с репликами Часть 2 Секретная информация только для командования Прежний опыт работы с этими моделями реплику показал ряд странностей в их поведении причины которых кроются в исходных нейронных структурах использованных при создании этой модели Данная информация конфиденциальна поэтому настоящий документ должен быть уничтожен после прочтения Стар Несмотря на обычно сдержанное поведение штары выстраивают жестокую внутреннюю иерархию и это важно учитывать при присвоении модуля офицерских званий Отказ в повышении уважаемого модуля при повышении модуля низкого статуса может привести к некоторым трениям в общежитиях При определенных обстоятельствах в группах штаров устанавливаются правила подразумевающие физические наказания Для стабилизации личности рекомендуется некоторым офицерам предоставлять право на ношение личного оружия в качестве фетиша Модули Шторг изначально обладают кратким нравом Ключом к успеху является терпеливое обучение на ранних стадиях после ввода в эксплуатацию поскольку их нейронная структура менее стабильна чем у других модулей Отказ от такого подхода может привести к развитию крайней волатильной личности склонной к насилию и жестокости Стандартная стратегия назначения в пару с более старым модулем Штар Личность Шторха стабилизируется в процессе приема душа или ванной В качестве фетишей служат книги по истории или мифологии Так, патроне Сразу давайте перезарядку Лента-протяжный механизм подключенный к модулю радиопередач Если бы у меня была аудиокассета могла бы транслировать ее содержимое по радио Ага Ну что, за кассетой получается теперь Оп Обзор реплики Стар Штар Реплика охранницы и специалистка по технике безопасности Скворец Низкозатратная боевая реплика четвертого поколения Биомеханический корпус с полиэтиленовой оболочкой и пули непробиваемым броневым покрытием Рост 220 сантиметров Стандартная модель протектора Специалист по технике безопасности Модули Штар Оснащенные удлиненными ногами грациозно возвышаются над большинством гештальтов Несмотря на тяжелые доспехи они способны перемещаться довольно быстро Их ладнокровное и отстраненное поведение позволяет им объективно анализировать ситуацию и при необходимости прибегать к силе Они обучены техникам рукопашного боя и контроле толпы и эффективнее всего функционируют в небольших отрядах под командованием офицер модели Штар оснащенных баллистическими щитами Кассета с музыкой Поехали Так Лай Ну и че? Ааа Мне теперь нужно на 142 частоту Да, понял Погнали Так Тут какая-то прям классика Так Так Нахо мы это слушаем Кто-нибудь в курсе? Ну музыка-то крутая Да Но зачем нам это? Может быть это откроет шкатулку-то? У девочки в руках Нет? Ну это было бы как-то слишком жестко А это че? Ремонтный спрей две штуки забираем Ни хрена тут хилочки Еще и патч 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 пока не будем брать Еще пробуем Обалдеть Это я настолько умен Жесть Ключ Ключ Калибри Ключ Калибри это вот сюда кстати Тут тоже паскудочка да? Пока вроде мертвую Ключ Калибри Так Читаем Известные проблемы с репликами часть первая Прежний опыт работы с этими моделями реплик показал ряд странностей в их поведении причины которых кроются в исходных нейронных структурах использованных при создании этой модели Данная информация Книга Еул-Р Реплики серии Ойли склонны к формированию больших групп Они любят петь и танцевать поскольку изначальная нейронная структура для них была позаимствована у балерины Деградацию личности этой реплики легко предотвратить предоставив ей доступ к музыке в виде магнитофонов или музыкальных инструментов Всегда размещайте в общежитиях для Ойли хотя бы одно зеркало потому что они испытывают сильную потребность в регулярном контроле своего внешнего вида Личность реплики Ойли стабилизируется путем проведения себя в порядок и постоянного социального взаимодействия Ойли часто самоорганизуются в группы примерно по 10 модулей и дают друг другу тематические клички Хотя Ары выглядят тихими простачками не стоит их недооценивать Хоть они этого и не показывают они осуждают тех кто ведет себя грубо и недружелюбно и поделятся своей оценкой со всеми со всем своим коллективом Ары лучше всего уживаются с репликами из серии Ойли которые отличаются терпимостью и дружелюбие а также умеют определять настроение Ар по выражению лица Ары часто под обычными полами и стенами прокладывают сервисные туннели доступ к которым имеют только они Нестабильные модули могут уходить в эти туннели Пытаться извлекать их оттуда не рекомендуется Лучший способ стабилизации личности Ары предоставление им доступа к растениям о которых они могут заботиться Лучше всего для этой цели подходят яркие цветы или деревья А вот я не помню про нашу-то девочку вообще была информация какой мы модуль какого класса или нет не было еще Так паточку Ключ Орла Хорошо Записка Калибри Присматривайте за Адлером он что-то от нас скрывает в его дневнике ничего не оказалось но когда я прощупал его разум там оказались воспоминания о модуле ЛСТР работающем на Серпинске Никакой информации о том что там когда-то использовались такие модели реплик нет Когда-то недолго рассматривался приказ одному модулю о проведении исследовательских работ в шахте но из-за болезни командира он так и не был подтвержден Обзор реплики Калибри Калибри Командно-биорезонансная реплика Калибри Высокотехнологический биорезонансный специалист шестого поколения Корпус биомеханический с полиэтиленовой оболочкой и пуленеприобиваемым броневым покрытием Рост 152 сантиметра Калибри чудо современных технологий стали самым полезным биорезонансным модулем за всю историю их производства Каждому модуле фальки стоящему во главе протекторов помогает коллектив адъютантов Калибри которые усиливают его биорезонансные сигналы а также излучают собственные Несмотря на хрупкое телосложение Калибри стали одним из самых эффективных протекторных модулей Они могут оказывать непосредственное влияние на умы реплика гештальтов извлекать информацию невербальными способами и мгновенно обмениваться между собой данными с помощью всех органов чувств Это самое близкое воспроизведение того что называют коллективный разум эльстер наша модель эльстер это модель это не имя типа это просто модель господь всемогущий что вообще приобретение но и в и в и и и Умрите, падла. Кто вообще не понимал, в чем сейчас заключается геймплей? Ну, короче, прикол в том, что здесь есть мобы, которые умирают от определенной частоты, и экран с помехами, да, и когда мы слышим свист, мы попадаем на нужную частоту, и частота постоянно здесь меняется, то есть она либо понижается там, допустим, от 60 до 100, и я, ну, типа, постоянно должен либо повышать, или понижать частоту, близкую к их уничтожению, то есть на экране вот показывается порой, там, 118, значит, они, типа, движутся вверх, и нужно вот к 118 и дальше повышать там до 150, и держать вот этот свист, чтобы они сдохли. Так, короче, жестко, нах, way to dunk. Все, блин, слотов нет нифига. Слотов нифига нет, а тут патроник. И ключ от почтового ящика, ну, конечно, блин, как обычно. Так, ну ладно, забираем лотецкий тогда. Хорошо. Еще один слотецкий есть, можно взять тогда и вот эту штуку. А раз уж мы взяли эту штуку, то тогда можно пойти и взять штуку у девочки-великаночки. Ключ от библиотеки. Библиотека. То есть мы сейчас можем пойти куда? У нас, смотрите, два прохода целых. Можем пойти в библиотеку. И можем пойти сюда, да? Адлер Бэдрум. Все это Энивэй находится на восьмом этаже. Поэтому я предлагаю что сделать? Взять два ключа, наверное, и пойти сразу открыть всю эту темку. Как хорошо, что мы вот этих чертей убили. Прямо очень хорошо, что... Да, здесь понадобился бы, кстати говоря. Ключ Орла. Ну, можно сразу чекнуть, что здесь. Дневник Адлера. Опа. Я был поражен и изумлен одним необычным предметом, который я нашел на складе. Это была странная шкатулка со съемным наборным кругом и в передней части, которую некоторое время назад конфисковали у одного из рабочих. Я немедленно ощутил к ней какое-то влечение, хоть я не понимаю почему. Хотя я прикладываю к механизму... Когда я прикладываю к механизму уха, я слышу, как он едва слышно тикает, будто часы. Без помощи калибри координировать штат логистов стало значительно сложнее. Если можно что-то хорошее сказать об этой женщине, так это то, что она, несмотря на хрупкое телосложение, умеет заставлять окружающих уважать свои приказы. Сегодня я хотел поговорить с ней, но ее комната была заперта. Сегодня мне снился сон, видимо, очередное воспоминание из моей гештальт жизни. Я был в униформе. А еще там была молодая женщина с белыми, как снег, волосами. Я проводил какое-то тестирование. Передо мной лежала колода карт с астрономическими символами, а я просил ее угадать планету на карте, которую держал в руках. Я снова играл с механической шкатулкой. Теперь я уверен, что это какой-то астрономический календарь. Я вдруг вспомнил о разговоре с другой репликой, которая произошла, когда я был с инспекцией на руднике. Однако раньше я такую модель явно не встречал. Какой-то инженер с оранжевым грудным блоком. По моим воспоминаниям, она была обычной представительницей нашего персонала, но такой реплики на Серпинске никогда не было. Говорят, что воспоминания реплики не самая надежная вещь в мире. Но с таким странным феноменом я столкнулся впервые. Отвлечь меня от творившегося вокруг хаоса могла лишь маленькая загадка, окрывшаяся внутри шкатулки. В ней был маленький блокнот, все страницы которого оказались пустыми. И это было паршиво, потому что наша любимая командующая заболела. Я скучаю по ее строгим указаниям, по той ошеломительной власти, в которой она купается. Чем больше больных, тем сложнее моя работа. И как нам справляться с такой нагрузкой без подкрепления? Мое единственное утешение в том, что сокращается не только численность протекторов, но и число работников, за которыми мы присматриваем. Реплики все в больших количествах поступают в госпитальное крыло. А вот гештальт работники слишком быстро умирают. Их попросту не успевают лечить. Еще одна тетрадь заполнена дневниковыми записями, но никакого удовлетворения. Новую я пока не заказал, потому что потратил все свои рацион марки на эту фантастическую перьевую ручку, так что пока, пожалуй, буду пользоваться этим блокнотом. Реплика планетарной разведки и корабельной техникой Сорока. Эльстер. Специалист по исследованию космоса пятого поколения. Биомеханический корпус с усиленной углеродными волокнами, полиэтиленовая оболочка и титановым скелетом. Рост 178 сантиметров. Универсальный боевой и инженерный модуль, который изначально был разработан для орбитальной службы. Эти суровые и стойкие одиночки лучше всего подходят для исполнения опасных обязанностей саперов и разведчиков. Их технологические познания и боевые способности позволяют им выживать в любых условиях, особенно в культовой, сине-белой, тяжелой боевой конфигурации, которая отличается пулей непробиваемыми, броневыми пластинами на груди и предплечьях. Поскольку изначально нейтральный дизайн этого модуля был утрачен вместе с уничтожением центрального нейронного архива Винеты, новые модули Эльстер производились на основании исписанного модуля из программы Penrose. Понятненько. То есть это получается раритет уже такой. О май гад. В передней части шкатулки есть какая-то лунка. Кажется, в этом механизме чего-то не достает. Понято. Not bad. Обзор реплики Майна. Высокозащищенная реплика для добычи полезных ископаемых и работа с ядерной техникой Майна. Промышленный специалист третьего поколения. Корпус биомеханический с высокозащитной усиленной бронированной сервоприводной оболочкой. Рост 260. Она еще больше, чем та супер-женщина. Главарь? Когда речь заходит о доставке опасного груза, а также работе с тяжелым оборудованием или во вредных условиях, ни одна модель не сравнится с модулями Майна, которые отличаются высокозащищенными телами, закованными в энергетическую бронь. Май... Ну я так и понял, да, что это босс тот. Даже в условиях смертельной радиации, сокрушительного давления и нулевой гравитации они не ропщат и смиренно демонстрируют примерную командную работу. Несмотря на громоздкие тела под лесовыми щитками, у них скрывается стандартная черепная конструкция третьего поколения, которая обеспечивает такую же простоту технического обслуживания и социального взаимодействия, как и других моделей. Пожалуйста, обратите внимание на то, что нейронная структура Майна не подходит для боевого применения. Для боя следует применять вариант САПР, который отличается боеспособной личностью в том же корпусе. Для получения дополнительной информации смотрите САПР Известные проблемы с репликами, часть четвертая Калибри требуют особого внимания, их нейронные структуры очень нестабильны, а из-за биорезонансного модуля они очень подвержены чужому влиянию. Как и большинство биорезонансных индивидов, калибри часто подсознательно создают петли эмоциональной обратной связи, которые имитируют эмоции окружающих и транслируют их обратно, таким образом действуя в качестве своего рода усилителя. Калибри обучаются распознавать такое поведение и избегать его, однако уже нестабильные модули иногда могут постепенно опуститься до деградации личности. Из-за биорезонансной связи развития нейронных структур у калибри подвержено меньшей вариативности, чем у других моделей. Постоянный обмен воспоминаниями и эмоциями между модулями внутри категории создает своеобразную сеть безопасности, которая блокирует экстремальные изменения. Однако, когда большинство модулей в категории деградируют, они уведут за собой и оставшихся реплик, поэтому очень важно списывать модули калибри при первом же обнаружении признаков деградации. Для стабилизации личности калибри следует предоставлять доступ к богатой библиотеке. Вот она, кстати, библиотека. Тут живая девочка. Калибри? Ты кто? Ты не из нашего персонала. Остальные сильно изменились. Мы больше не поем в унисон. Раньше я могла читать их мысли. Мы были единым целым. Вместе мы управляли ими всеми. Но теперь я больше не понимаю, о чем они думают. Я никогда не ощущала себя такой одинокой. Они все еще вместе, а я здесь одна. И они меня к себе не пускают. Я больше не могу выносить их песнь. И здесь единственное место, где я ее не слышу. Только здесь я в безопасности. Я так больше не могу. Хотела бы я стать такой же, как они. Тогда бы я больше не мучилась одиночеством. Ненавижу это чувство. Жуть. Бедолага. Такс. А это что такое? Обнаружено препятствие. Ошибка калибровки прийти на ручное управление. Включить ей музыку? Вы думаете, это ей поможет? Можно попробовать. Так, я что-то не пойму, что мы здесь должны сделать. Там вот какая-то особая княженция, да? Забрать предмет Астролябия. Астролябия. Странный, похожий на часы механизм с астрономическими символами. Давай попробуем ей включить музон. Мне кажется, ей это вряд ли поможет. Все, хватит с нее музычки. Так, сейчас нам придется решить проблему со вскрытием сейфа. Сейчас будет пипецкая головоломка. Обалдеть. God damn. Ну тут, походу, надо выстроить, как в планетарии там было что-то, да? Да, или что? Полагаю, что так это и работает, ребятишечки. Надо идти смотреть планетарий. Да, это буян по полной программе. Да, ребятишечки. Ну тут фоткать надо. Так, сейчас будет залупенция полнейшая. Звезда наверху, да? Ну это жестко, блядь. Знаете, почему это жестко? Потому что нам нужно еще понять, еще какие где планеты. Потому что звезда, она здесь... Если я правильно понимаю, она все равно не на самом внешнем круге. Либо у меня такая фотка всратая получилась. То есть, она не на самом большом круге. Вот не по орбитам, в том-то и прикол. Хотя, сколько получается? Раз, два, три, четыре. Ну-ка, сейчас посмотрим. Раз, два, три, четыре. А-а-а. То есть, здесь... Да, да, да. Получается, тогда... Вот так. Вот так. И вот так. Нет. Чё за она? Как не так-то? А, может наоборот? Сука. Пойдется, походу, придется перефоткивать, блядь. Ну, так и чё неправильно-то? Всё правильно было. Всё правильно было. Обман. Походу, тут какая-то приколдесина присутствует. Запомнили? Вот, смотрите, запомнили, чё здесь? Вот так их поставили, да? Может быть, здесь всё-таки надо смотреть не по орбитам? Погоди, ещё раз. Может, я идиот просто? Это, получается, оно. Первый круг. Вот он. Второй круг. Вот он. Третий круг. Вот он. Только если вот эта штука, это Радфронт, может быть? А, может, это типа две сдвоенные сразу, да? А, наверное, вот это как бы и Китёж, и Венета. Они типа в одной схемке, походу. Да. Вот оно в чём дело. Жёстко. Ключ-администратор забираем. Дневник с алтаря. И всё же я начал новый дневник. Как летит время. Работа, как и всегда, на Серпинске, тупа и монотонна. Но в моей жизни ярко сияет свет. Сегодня меня пригласили на встречу с командующей Фальке, и она, как всегда, неотразима. Проходит ещё один день. Во время сегодняшней встречи с командующей, я, сидя рядом с ней, ощутил странное чувство, будто эта ситуация мне знакома. К сожалению, встреча прервалась из-за неожиданного отключения питания. В последние дни меня не отпускают параноидальные мысли. Никогда раньше на меня с такой силой не накатывало чувство дежавю, как сейчас. Просматривая свой дневник, я обратил внимание на то, что мои прошлые записи по неведомой причине датированы сегодняшним днём. Какая нелепая ошибка. Каждый день сидит, видится мне таким, как будто я его когда-то уже прожил. И тем сильнее чувство, что что-то происходит неправильно. Почему я не помню часть записи из своего дневника? Почему они все помечены сегодняшней датой? Неужели потеря моей любимой командующей повлияла на мой рассудок? Я схожу с ума? Я боюсь того, что меня ждёт? Если кто-то об этом узнает. Я совсем один. Если кто-то найдёт мои записи, меня тоже спишут. Что-то не так. Я это чувствую. Неужели это и в самом деле безумие? Когда я читаю свой дневник, я вспоминаю события, которых никогда не было. Вчерашний день, которого не было, ощущается как тот, который я и впрямь пережил. Вряд ли это дефект моего ума. Такое чувство, как будто в этой комнате я всматриваюсь в другую версию реальности. Как? Не знаю. Может быть я и заболел, как все прочие, не осознавая этого. Но я не умру. Медленное накопление ошибок. Информация постепенно деградирует. История при повторном пересказе каждый раз искажается. Подобно генетическому материалу, мутирует и эволюционирует. Так и разум реплики, который копируется снова и снова со стареющего шаблона. Хм, интересно. Я не знаю, но я это узнаю. Ответы где-то внизу, я это чувствую. Кто-то или что-то зовет меня туда, в шахту. Мы должны идти глубже. Дубже. Дубже. Да. Ну давайте открывать. Ключ администратора. Перед этим сайванемся, наверное, на всякий случай. Если ты к тому, что его раздают сейчас с Тимми Бесплатной, я в курсе, дизарщик. Спасибо. Уже забрал. Это пульт управления лифтом, ведущим к руднику. Если она жива, она должна быть там. Спускаемся. Охренеть. Глубина. Я знаю, что ты здесь. Я делал это уже много раз. Тебе здесь не место. What the fuck? О, нет. Только не эти штучки. Гексы. Нет данных карты. Майнс. Ни хрена себе тут вооружение. Высокомощные буровые лазеры. Они слишком большие и тяжелые для меня. Эх, мы не альфа-самочка Титан. Класса Майнер. Блин, если здесь карты не будет, это жопа. Хирургическое моноволокно. Диаметр в среднем меньше 2 нанометров. Требует бережного обращения. Угроза смерти. Моноволокно способно мгновенно разрезать плоть и хирургические инструменты. Всегда надевайте защитную одежду. Не касайтесь моноволокна без соответствующего защитного снаряжения. Применяйте только в хорошо освещенных местах. Что это такое? Наверху что-то пропустил. Что с гексагонами? Не знаю, просто они очень часто в играх встречаются. Именно вот в такой форме серых гексагонов. Постоянно мелькают. Началось еще с Бладборна. Ничего не пропустил? Ну все, погнали. Погоди, я правильно понимаю, что если я подойду вплотную к этой штучке, я изничтожусь? Изничтожусь. Или как это работает? Проверь. Ого. Живая. Привет. Вы же не протектор, верно? Что же привело вас сюда? Я Бео. Если вы спустились сюда, значит вы что-то ищете. Я бы помогла, но у меня отказал один из гидравлических приводов, и я не могу пошевелиться. Мне все равно конец, так что можете просто бросить меня здесь. Ремонтировать старые модули вроде меня не имеет смысла, поэтому прошу вас за меня не волноваться, ладно? Это просто пустая трата ресурсов. Я бы предложила вам свой буровой лазер, но вряд ли ваш корпус оборудован подходящими источниками энергии, так что вам будет лучше с пистолетом. В конторе наверняка осталось какое-нибудь полезное снаряжение, это к югу отсюда. За меня не переживайте, меня есть кому заменить. Мы же просто реплики, правда? В конце концов, что такое одна капля по сравнению с океаном? Когда я умру, они просто сделают еще одного. Спасибо за то, что поговорили со мной. Надеюсь, вы найдете то, что ищете. Да уж. Диспейр моментар. Захотелось прикоснуться к муноволокну. Так, ладно. Ракетница? Сигнальные ракеты. Еще револьвер ни разу не юзал даже. Одноразовый пистолет, стреляющий 26.5-мм сигнальными ракетами, способными поджигать мишени. То есть, они типа, если убьют, то сразу сгорит враг и никогда не возродится? Это жестко. Дневник Алины 3. Все хуже, чем я думала. Все куда-то пропали. Я до сих пор не могу найти следов Эльстер. Ее как будто бы и вовсе не было. Что-то не так с протекторами, с теми, которые остались. Недавно я выбиралась из медицинского крыла, и меня заметила одна охранница. Она погналась за мной и испугалась чудовищный крик. Спустила чудовищный крик. Когда я оглянулась, она увидела... Я увидела ее лицо, и теперь не могу забыть его никогда. Она выглядела так, словно с ней произошел какой-то несчастный случай. Майна. Высокозащищенная реплика для добычи полезных ископаемых. Работа с ядерной техникой. Майна. Блин, вот карты, то что здесь нет, это, конечно, жозень. Лифт из резика, да. Господи Иисус. О, черт. О, черт, о, черт, о, черт, о, черт, о, черт, о, черт, о, черт. Дело плохо. Ни хренушечки не видно момент. Ни хренушечки не видно. Окей. Пожалуй, пойду просто сюда. О, черт. Это волокно? Это волокно? Йайкс. Мгновенное разрезание плотей. Пожалуй, используем хилку. Так, тут же ничего нет? Тихо. Ты ешь или плачешь? Вроде плачешь. Эй, не плачь. Скоро все закончится. Помнишь, как мы выходили на поверхность? Звезды были такие красивые. Хотелось бы мне туда вернуться. Штар умирает, а Олли плачет? Эй, послушай. Я раскрою тебе одну тайну. Я помню свое имя. То, которое я носила в прежней жизни. Разве не забавно? Не хочешь узнать его тоже? Давай скажу. И это будет наша общая тайна. Не можешь перестать плакать, да? Все будет хорошо. Куда бы я ни пошла, я буду ждать тебя там. Я боюсь, чуваки, подходи. Я вот могу к этим катушечкам подходить? О, господи. А к забору? А! Блядь. Господи, боже мой. Какой же пиздось. Короче, здесь нужно тяжелую артиллерию, походу, брать. Сосай! Ай! Там стрелякало. Все, лифт приехал, я мог валить. Спасибо за хил. У меня места нет, что ли? Да иди нах. Ай, бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Да, у меня места нет. Пофер валим. Спуститься, конечно же, черт убери. Тихо-б Bildу. Просто разница. Тихо-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Пока-п overviews. Мунка эсики Дропдаун Дропсенейблд Нет места Как нам черт побери О боже мой Нам нужен этот хил Срака Блин пофигу ладно спрыгиваем нафиг Тут огромная дыра в земле Я слышу как внизу течет вода Кажется иного пути нет Прыгнуть в дыру Да Ого Бессолнечное море What the fuck А бриггеры сбивали волны тушь И двойное солнце село И тени удлинились Когда встает черное солнце И странные луны Кружат по небесам Но еще страннее Песня Песня Не спетая Ведь слезы не пролиты И высохнут и умрут Она зовет меня В море плоти Мы станем одним Но мне никогда не вернуться к себе Вы видите там прикол десик Потому что это есть, да? Мне показалось Не дотянуться Нет Мы не закончили здесь Верните меня на берег Там еще куча можно было листов прочитать И какая-то кассета Не дотянуться Ржавые хирургические инструменты Мне от них мало толку Ой Ой Так, карты у нас все еще нет Это конечно зашибись Но как бы можно все-таки карту Нет Патроны Открывается с другой стороны На столах лежат безжизненные тела реплик Ржавые хирургические инструменты Мне от них мало толку Подношение И во тьме мертвые станут жертвой Свет и священные благовония Чтобы они нашли выход из этого проклятого места Окей Пред алтарем предков стоит небольшая чаша с песком для подношений По стены выстрелились древние плиты Имена давно стерлись НОЙС А да реально жесть Я надклассен Хорошо Оооу Ну айси Блин, у меня же фонарь был, черт побери. Так, это типа 5 минут надо? Нет, это 5 часов. Интересно, вот если мы пойдем сейчас не налево, а направо, может быть мы что-то другое посмотрим? Тут же явно есть еще что-то. Ибо существуют ды смерти, такие, когда тело оста, такие, когда оно исчезает бесследно вместе с отлетевшей душой. Есть также род смерти, при которой Уми от тела переживает ее на долгие годы. Иногда и душа умирает в одно время с телом, но снова появляется на земле и всегда, где погребено тело. И упала большая звезда, Иго. Ушились в море и обернулись кровью. Луна потемнели. Оно зовет меня в море плоти, мы станем одним, но мне никогда не вернуться к себе. Так, черепа. Да, это они. Ой-ой, страшный. Оно зовет меня в море. Так, ну тут мы не увидели эту штучку, давай. Сюда можно пройти? Там как будто... Не, видите, все-таки тут время дается. Блин, здесь сейф нужен пипец просто. Всю шахту перепроходить из-за этого не хотелось. Произвели. Лежать, паскудочки. Всем не рыпаться. Нет места для переноски этого предмета, большая деревянная кукла. Ага. Внимание. Это... Здесь... Это деяние. Здесь нет ничего ценного. То, что было для нас опасным и отталкивающим. Послание является предупреждением об... Опасность все еще существует. Время, как и время, представляет угрозу для тела. Ма-опасности. Эта опасность возникает только... Потревожить это место. Избегать и оставить его безлюдным. Когда местный... Будет убит, здесь откроется путь. Местный бог? Фак. Ни карты, ни сейва, ни чертусики. Это жестко. Девочки мои хорошие. Это уже близко к Сайлент-Хиллу. На право сохранения в прошлой комнате. Патроны Нитроэкспресс-штуку-ку-ку-е. Бамбузочка. Тихонько. Тихонько. Уходи. Отсюда. Уходи. Уходи. Тихонько. 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 Субтитры подогнал «Симон»